МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о главных событиях понедельника, 30 мая. В программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте. В квартире и рабочем кабинете Сергея Макеева прошли обыски. Эту информацию нам подтвердили в региональном следственном комитете. По факту нарушения прав детей-сирот всего следователи проверили 9 человек. Правоохранители побывали в домах и офисах начальника департамента градостроительства и земельных отношений Сергея Бринева, ряда других высокопоставленных городских чиновников и руководства компании «Автопортал». Были изъяты документы, компьютеры, проверки, связанные с сорванными программами по предоставлению жилья детям-сиротам и переселению людей из аварийного и ветхого фонда. Напомню, своей должности уже лишился Сергей Макеев. Сейчас управление жилищной политики города возглавляет Сергей Касьянов. Ну а дома, куда сироты должны были заселиться еще в прошлом году, достраивают только сейчас. Купальный сезон еще не открыт, а счет жертвам воды пошел на второй десяток. В водоемах Оренбуржья уже утонули 15 человек. Только в эти выходные погибли двое оренбуржцев, один пропал без вести. Так буквально вчера днем в районе Неженки пошел купаться в реке, но так и не выбрался на берег 34-летний мужчина. 29 мая днем в парке отель Неженка, недалеко от села Неженка, на берегу реки Урал, вошел в воду 34-летний житель города Оренбурга, менеджер автосервиса, и не вернулся. Предположительно утонул. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия. Днем ранее, в нескольких километрах от поселка 9 января, в воде обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 40 лет. А 27 мая под автомобильным мостом на улице Донгусской в Оренбурге найдено тело 32-летней женщины. Она утонула во время купания. Установлено, что погибшая перед тем, как войти в реку, выпивала спиртное вместе с молодым человеком. К слову, самые частые причины гибели на воде среди взрослых – именно употребление алкоголя. А вот дети, как правило, тонут, оставшись без присмотра родителей. Следователи и спасатели призывают оренбуржцев ни на секунду не оставлять малышей одних вблизи водоемов. Эпидемиологи бьют тревогу. В Оренбурге отмечают небывалую активность клещей. От их укусов уже пострадали более 1600 жителей области. Эта цифра в полтора раза больше, чем в прошлом году. Вирусным энцефалитом заразился пока лишь один человек. Однако это не единственное заболевание, которым способен наградить маленький и коварный клещ. Так когда, наконец, кровопийцы угомонятся? Екатерина Киселева выясняла. Когда сняли? Вчера. Вечером. Где могли выпить? На Сакмаре. Это при том, что жара вчера шкалила. Следовательно, клещам подобало быть вялыми да неактивными. Однако сегодня с утра к лаборатории снова выстроилась очередь покусанных. В этом сезоне аппетит кровопийц вообще не управляем и не предсказуем. Смотрю, какое-то пятно черное. Приглядел, смог лечь. Ну и все, и быстрее в скорую звонить. Если он больной и заразится чем-нибудь от маленького жучка, это неприятно. Своего обидчика Никита в прямом смысле выкручивал себя пинцетом, как шуруп. Есть и другие варианты. Усыпить паразитоваткой с наштырем, а после накинуть на него петлю и осторожно покручивая вызернуть. Появились даже специальные приспособления для удаления гадов – клинверы. Используют также шприц, но фит-параде самых результативных способов у этого приема последнее место. Медики не рекомендуют также выманивать клеща, поливая его маслом. Он начнет задыхаться и выплюнуть весь свой яд прямо вам в кровь. В этом сезоне крупно не повезло только одному оренбуржцу. Маленькая букашка заразила его вирусным энцефалитом. Благо мужчина вовремя обратился к врачу. Сейчас его жизни и здоровье уже ничего не угрожает. Впрочем, и остальные им, попавшим в цепки лапки, кровопийц пришлось сильно понервничать. Ведь энцефалит – не единственное заболевание, которым это ненасытное полчища может наградить. Население порядка больше тысячи клещей уже сдало в лабораторию. В 36 были найдены положительные находки. Но у нас получается всем пострадавшим проведена серопрофилактика своевременно противоклещевым глобулином. В этом году от укусов клещей в Оренбурге пострадали почти 1600 человек. Это в полтора раза больше, чем в прошлом. Эпидемиологи говорят, цифры зашкаливают не только потому, что сезон охоты на людей у кровопица начался рано, но еще и потому, что сами люди стали куда сознательнее и осторожнее. Если раньше дачники могли этих клещей просто стряхнуть и выкинуть, то теперь все активно собирают их и приносят на лабораторию на исследование. Естественно, число обратившихся у нас тоже увеличивается. И это при том, что поход в лабораторию может ощутимо ударить по кошельку. Особенно, если предположить, что на природе клещей обрели сразу несколько членов семьи. Такое тоже случается. Но на здоровье ведь не экономят. Эпидемиологи буквально клянутся, еще чуть-чуть и клещи отступят. Зной умерит их аппетит. А вот к августу они с новыми силами возьмутся за старое. Екатерина Киселева, Вадим Мечаев. Наше время. Тем временем, в ближайшие дни погода в Оренбуржье только испортится. В МЧС предупреждают об усилении ветра до 19 метров в секунду и похолодание. Уже этой ночью температура упадет до 9, а на востоке области до 4 градусов. Днем столбики термометров покажут 18-23. Синоптики объясняют, всему виной холодный атмосферный фронт, который целенаправленно идет на нашу область. С севера будет опускаться холодная воздушная масса. Поэтому ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможно ливни, грозы. При грозах есть вероятность усиления шквалистого ветра. Возможен град. К середине недели нашу территорию займет южный циклон, но погоду это совершенно не улучшит. Будет все так же прохладно и дождливо. По мнению синоптиков, только ближе к выходным немного распогодится, и столбики термометров покажут плюс 25. Именем Александра Прохоренко назовут улицу вблизи стадиона Оренбург. В Доме Совета сегодня определялись с тем, как увековечить память герою России. Это решала специальная комиссия во главе с губернатором. Кроме переименования улицы, в плане на этот год проведения патриотических конкурсов, создания музеев, размещения памятных табличек и капитальный ремонт школы в селе Городки, где погибший офицер когда-то учился. Напомню, оренбуржец Александр Прохоренко погиб в Сирии. В марте этого года военнослужащий выполнял задачу по наведению авиаударов по боевикам, запрещенной в нашей стране организации ИГИЛ. Как область решила увековечить его память, сегодня узнала Ольга Патрушева. Более пяти патриотических мероприятий, две памятные доски и стенд в музее. Это лишь небольшая часть из запланированного. В ближайшее время именем Александра Прохоренко назовут, а вернее переименуют, региональное отделение Всероссийского движения «Юная армия». Кроме того, школу, где герой России когда-то учился, капитально отремонтируют. И уже обновленное учреждение будет носить его имя. И это мероприятие непрерывно связано со следующим мероприятием. Установка мемориальной доски памяти Прохоренко на здании городецкой среднеобщеобразовательной школы. Это планируется завершить к 25 августа 2016 года. Ну и самый главный вопрос, какую улицу в Оренбурге назовут в честь Александра Прохоренко. На этот счет у чиновников было несколько вариантов. Дублер Чкалова-Гагарина или безымянный ныне участок около метра. Но остановились на третьем варианте. В честь героя России назовут улицу между проездом Нижней и улицей Новой. Рядом здесь 78-я школа, стадион Оренбург, новостройки, центр Дзюдона. Это небольшой и пока безымянной улице, достаточно много важных социальных объектов. Но главное, что там есть хорошая парковая территория прилегает и участок порядка одного гектара, где можно сделать красивый сквер, как раз имени Александра Прохоренко, бюст поставить. И дети могут приходить. И, например, провели соревнования на стадионе Оренбург или в центре Дзюдо. Победители подошли, здесь же рядом возложили к бюсту цветы. По плану улицы дадут имя Александра Прохоренко уже в конце следующего месяца. Аллеи появятся только на будущий год. В планах высадить там и редкие деревья. В знак того, как простой парень, родившийся в Оренбурге, своим подвигом поразил весь мир. Ольга Патруша, Виктор Горшенев. Наше время. Выпускники Оренбуржья сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Первые из обязательных экзаменов писали более 8 тысяч учеников. Контроль за его проведением был как никогда усиленным. Впервые в режиме онлайн за процедурой следили аккредитованные наблюдатели. Специалисты не только из регионального минобразования, но также из федерального центра. Все 59 пунктов оборудовали видеокамерами и металлоискателями. Как это было, увидели мои коллеги Екатерина Волкова и Дмитрий Примачек. Еще задолго до начала экзамена у 7 лицея начали выстраиваться по классам. Сдавать обязательно ЕГЭ по русскому языку пришли ученики сразу из семи оренбургских школ. Всего 262 человека. Несмотря на то, что к данному испытанию готовились весь учебный год, волнение все-таки присутствовало. Хотя большинство были уверены, в заданиях ничего не будет такого, что не изучали. Я думаю, что ничего неожиданного не должно быть, если ты готовился. И все будет в пределах разумной школьной программы. Вот с чем пришлось столкнуться, так это с духотой. Попотеть пришлось уже в фойе. Но выпускники даже к такому оказались готовы. Прихватили с собой воду. Жажда утолит. Мозги заработают получше. Подготовили аудитории. И с 6 утра они все у нас на проветривание. Безусловно, дети имеют право выйти в любой момент, когда они захотят. Спасибо. А далее по сложившейся за многие годы процедуре о прохождении через металлоискателя, в руках паспорта, гелевые ручки. Просто металла за детям нет, поэтому шпище. Дети молодцы. Даже номер аудитории участники экзамена узнают только придя на сдачу. Возможность мошенничества фактически исключена. Учащихся из одного класса или даже школы стараются разделить. Ваше место. Я. Болин. Второй. Я думаю, ребята надеются только на себя и видят, что всякие попытки и все вопросы, касаемые списывания, каких-то моментов таких, они пресекаются. Перед тем, как вручить каждому КИМ и контрольно-измерительные материалы, организаторы вновь напоминают о том, чем пользоваться нельзя. Закрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику. Чтобы экзамен был честным, с учениками в режиме онлайн следят из регионального министерства. Это лице седьмой аудитория номер 11. Кстати, в этом году впервые в режиме онлайн транслируются все пункты приема экзаменов, притом следя за честностью учащихся не только из области. Общественные наблюдатели аккредитованы Рособорнадзором и могут быть представителями любой территории России. Поэтому мы не знаем, кто кроме нас еще наблюдает за нашими детьми. Свои результаты по русскому языку ребята узнают 15 июня. Тот, кому покажется, что их знания недооценили, могут подать на апелляцию через два дня и пересдать снова. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время. Кстати, на этой неделе выпускникам придется сдавать еще один из обязательных экзаменов ЕГЭ по математике. Он назначен на 2 июня. Далее ребятам предстоит испытание по предметам, которые они выберут сами. Уже известно, что большинство хотят сдавать общество знания, физику и историю. И пока это все. Напоминаем, что все выпуски программы «Наше время», другие актуальные новости, а также объявления, в том числе о трудоустройстве и на работу, вы всегда можете посмотреть в удобное для вас время на сайте 56nv.ru. Увидимся в 8 вечера, расскажем о других новостях. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»